Привет-привет! Привет всем пыжаводам! На дворе финансовый кризис, рынок автомобилей стоит, старые автомобили не продаются, новые продаются с трудом, у людей нет денег на нормальный ремонт, поэтому как бы об экономии сейчас и речь. Ничего не может быть проще, чем заменить тормозные колодки самому, сэкономив при этом немножко денег. Можно сэкономить еще и на покупке колодок, в принципе, заказав их через интернет у какого-нибудь неплохого интернет-магазина. Немножко схитрив, можно даже чуть-чуть сэкономить. Допустим, вот эти колодки, чисто для примера Мали, немецкие, прям Made in Germany написано, все дела, обошлись мне в 1790 рублей. Там небольшие хитрости, маленькая скидка. Один довольно известный интернет-магазин, рекламировать я его не буду, потому что у меня рейтинги гораздо меньше, чем у него. Это был Экзист, привет ребятам из Экзиста. Вот. Собственно, идут они в комплекте вот с такими пружинными защелками, как я думаю, это держатели для колодок, чтобы все это дело не дребезжало, возможно, даже это датчик износа, но он что-то как-то не сработал в этот раз. Менять колодки самому можно либо потому, что вы хотите тупо сэкономить, либо потому, что у вас нет нормального сервиса, ну, либо просто вы хотите сделать все качественно, а как говорится, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Вот в данном случае машина вот эта на гарантии, проходит все гарантийные ТО, которые там 20, 40, 60, 80, вот на последнем 80 тысяч машину все проверили, все сделали, но про колодки что-то ни одна, ну, давайте так скажем, скотина, ну, в кавычках, ни одна скотина не сказала. Потом ребята в сервисе гаражного уровня сказали, что хорошо бы тебе колодки поменять, ты уже металлом тормозишь. Почему не видели это сервисмены в официальном сервисе, я не знаю. Вот этот Peugeot, он оборудован тормозами с плавающей скобой. Суппорт крепится жестко к кулаку поворотному, ну, то есть к ступице. А вот эта скоба, которая держит колодки, она плавает туда-сюда, и благодаря этому давление на колодки, несмотря на то, что поршень с одной стороны, распределяется равномерно, и колодки зажимают диск одинаково с обоих сторон, при этом, само собой, износ должен быть равномерный. Ну, вот что-то, блин, как в российских автомобилях, не идет у них так. Получается, что внутренняя колодка почему-то намного больше изношена, что на том колесе, что на этом. При этом, я проверил, и скоба двигается равномерно, плавно, без заедания. Не знаю, или недоработки конструкции, или особенность конструкции, как это назвать, не знаю. В общем, внутренняя колодка вот так изношена, уже по металлу, металл по металлу. А внешняя, которую легко увидеть снаружи, вот она, как бы, почти как. Ну, не то чтобы новая, но 50% износа. По сравнению с малевской, вот они. Как бы, можно было бы еще эксплуатировать, если обе такие колодки были. Так, еще один момент, я уже вкратце, я уже вскользь сказал. Вот эти пружинные фиксаторы, они идут с некоторыми колодками в комплекте. То есть, комплект 8 таких вот фиксаторов. Два левых на одно колесо, два левых на другое. И вот с такими болтами. Я почему-то привык полностью снимать весь суппорт и менять колодки. Но здесь вот, задумавшись, зачем вот этот болтик, кстати, с преднанесенным фиксатором резьбы. Я с той стороны поменял колодки, снимая полностью тормозной суппорт ассет. И буду только, открутив один болт, всего один болт, и откинув тормозную скобу наверх. Есть колодки в комплекте, у которых не идут вот такие штучки. Лучше заказывать колодки в комплекте со всеми вот этими прибамбасами. Так будет надежнее. Если вы захотите целиком снимать тормозной суппорт, вам понадобится вот такой ключик Е16. Болты закручены на фиксаторе резьбы, поэтому легко их открутить не удастся. Они пойдут, но будет как-то с предусилием откручиваться. Если вы будете только так же, как я вот на этом колесе, поднимать скобу, вам понадобится всего лишь головка на 13. Это очень удобно и быстро. В тот момент, когда будем разгибать колодки, жидкость из вот этого цилиндра обратным потоком вернется в главный тормозной цилиндр. Поэтому в бачок доливать до уровня нет смысла, а если долили, то немножко отсосите какой-нибудь грушей. На дисках выработка, но, если я не ошибаюсь, разрешенная допустимая выработка здесь 3 мм. Несмотря на то, что зрительно кажется, что полная катастрофа, здесь порядка 1-1,5 мм выработка на дисках. В принципе, еще один комплект колодок эти диски переживут. Но потом стоит на следующую замену уже взять комплектом колодки и диски, и тогда уже вам придется снимать полностью вот этот тормозной механизм, и тогда покупать уж Е16 головку будет необходимо. А сейчас можно обойтись при смене колодок всего лишь головкой на 13. Чтобы не мучиться, ключом на 19 я фиксирую, вот здесь вот есть пазики под ключ, и головкой на 13 откручиваем. Вот и все, колодки, вот они под руками. Меняем колодки и вот, вернее, снимаем колодки. Раз, два. Та же история, эта колодка полностью изношена. И меняем вот эти вот скобы. Для удобства я не очень надежно зафиксировал скобу ремнем. Сейчас вот эти поменял. Чтобы было наглядно, покажу, как вот эти меняются скобочки. Продолжение следует... Все, все на месте, колодки просто вставляются. Так, у этих вот железных штучек, пружинок, я не могу назвать, вот здесь вот есть маленькие ушки, поэтому аккуратно, если не попасть, а просто силой их задавливать, тогда вот эти ушки можно согнуть. Есть, хорошо. Все, колодки на месте. Оп. Оп. Так, аккуратно. Все, все на месте. Новый болтик уже с фиксатором... Нет, блин, старый, похоже. Вот новый болтик с фиксатором резьбы. Рабочий цилиндр утоплен сейчас, получается, вовнутрь монтировкой, для того, чтобы легко все это снялось, оделось. Поэтому первый раз, когда я нажму на тормоз, тормоз просто провалится. Пару раз скачну, и он примет в рабочее положение. Немножко еще колодки притрутся, и станет вообще все хорошо. Вот, собственно, и все. Вот так достаточно быстро, можно сказать, молниеносно, вы можете себе сэкономить тысячу рублей. Смотрите остальные мои видео на канале. Ставьте лайк, если понравилось. Ну и до свидания. До новых видео. Пока.